В соответствии с уставом города в начале нового календарного года глава Слободского представляет отчёт о работе администрации за прошедший год. 2020-й, к слову, был непростым, в том числе и для экономики, муниципалитетом, потому старались активно участвовать в федеральных и региональных программах, привлекать дополнительные средства и привлекли 128,5 миллионов рублей. 2021-й год окончания полномочий и главы города, и пятого созыва Слободской городской думы. Так что некоторые итоги доклада коснулись сразу четырёх лет работы. Так, за это время сумма привлечённых средств составила 767 миллионов 800 тысяч. В докладе Ирина Жиловакова не обошла вниманием и работу муниципальных предприятий. Где-то есть проблемные моменты, где-то успехи. Муниципальное предприятие водопроводно-канализационное хозяйство в 2020 году произвело замену водопроводных сетей в протяжённостью 1706 метров и 317 метров канализационных сетей. 49 водопроводных и канализационных колодцев были отремонтированы, 5 гидрантов были заменены. Предприятие приобрело две единицы техники, специальный на сумму более 6 миллионов рублей автокран и экскаватор, оборудование на сумму более 2 миллионов рублей и в планах на 2021 год дальнейшее обновление спецтехники. Глава города коснулась и наболевшей для многих темы высоких тарифов МУП теплосервис. Есть утверждение, что самые дорогие тарифы МУП теплосервис на территории Кировской области по данным сайта региональной службы по тарифам, это свежая информация, мы приводим пример, где тарифы ещё выше, чем в городе Слободском. У нас на сегодня для юридических лиц тариф 5332, поэтому тариф уплатят юридические лица, для населения 4366 тариф. Участвуя в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году город отремонтировал 12 участков дорог. Всего за 4 года отремонтировано 32,5 километра дорог. На эти цели из федеральных средств потрачено 387 миллионов рублей. В рамках программы также оборудовали 6 пешеходных переходов у образовательных организаций. Наибольшее недовольство населения вызывает пешеходный переход у школы номер 5. Но по предписанию ГИБД прокуратура вышла с иском в суд. Суд принял решение сделать здесь пешеходный переход. Если бы мы его не выполнили, мы бы платили из бюджета деньги в виде штрафов, которые бы в конце концов могли перекрыть стоимость обустройства самого пешеходного перехода. Все пешеходные переходы исполнялись, выполнялись на основании проектов, которые делала специализированная организация. Поэтому все сделано по ГОСТу. Благодаря программе формирования комфортной городской среды удалось благоустроить территорию возле дома номер 25 по улице Горького. И, пожалуй, главным проектом для Слободского в рамках той же программы стало благоустройство детского парка имени Пушкина. Всего за 4 года участия в программе удалось благоустроить 38 территорий многоквартирных домов и 20 общественных пространств. Несколько лет подряд город активно участвовал в программе поддержки местных инициатив. В 2020 году ППМИ в области не реализовывали. Тем не менее, работать над своими проектами инициативные ослобожания все это время продолжали. А за 4 года удалось воплотить в жизнь 64 инициативы. Это спортивные, детские, игровые площадки, благоустройство парков, площадей, ремонт памятников автомобильных дорог, тротуаров, зданий дополнительного образования, благоустройство дворовых территорий. Еще одна важная сфера, которой коснулся доклад образования. Обеспеченность местами в детских садах очень хорошая. На 1 января 2021 года у нас от 0 до 7 лет 2785 слобожан. Количество детей, охваченных дошкольным образованием, 2006 детей или 72%. Очереди в дошкольной образовательной организации детей до 3 лет у нас нет. Размер платы, взимаемый с родителей за присмотр и уход. Он на сегодня составляет 105 рублей в день. И он не изменялся с 2017 года. Город участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». В его рамках гимназия получила компьютерное оборудование на сумму 2,5 миллиона рублей. Благодаря еще одному федеральному проекту станция юных туристов получила оборудование почти на миллион рублей. Культурная среда тоже не дремала. Средства из федерального и регионального бюджетов в рамках конкурсов и грантов удалось выиграть Слободскому музейно-выставочному центру и Дворцу культуры «Паруса». Участвовать в национальных, федеральных и областных программах город будет и в этом году. Так что Слободской продолжит менять свой облик. Продолжение следует...